Духовой оркестр играет возле Дома культуры Солнечной каждые выходные. Но сейчас это особенно уместно. На сцене ДК премьера спектакля «Артисты и дачники». Музыка прекрасно погружает в летнюю дачную атмосферу начала прошлого века. Перформанс продолжается в фойе. Всем входящим раздавали газету Одинцовского народного театра, как продавали всем проезжающим на поезде дачникам прессу в начале 20 века. Сюжет постановки «Артисты и дачники» достаточно прост. Отец отставной артиста и его дочь на выдании ищут место для летнего отдыха и по возможности устраивают личную жизнь. Со сцены звучат настоящие географические названия нашего края, подлинные имена деятелей культуры и основателей театра. Режиссер и постановщик спектакля Светлана Лапшина считает, что такое совмещение драматургии и краеведения только поможет зрителю. Я думаю, что наоборот. Это история для широкого зрителя, потому что к нам в наш город приезжают каждый раз новые жители. И они должны знакомиться с этой историей. Им будет проще и легче познакомиться с историей в художественной форме. Сюрпризом стало приглашение на сцену прямого потомка одного из тех, о ком рассказывалось в спектакле – основателя «Зеленого театра» Василия Никитина. О нем вспоминала его праправнучка Римма Маликова. Уважаемый был человек. На свои средства обустроил театр. И там как бы центр культурной жизни проходил. Это было в начале 20 века. Театр открылся в 1903 году. Одинцовский народный театр предлагает необычный интерактивный формат краеведения. Самостоятельным дополнением к спектаклю является экскурсия о том, как и где зарождалась театральная жизнь в наших краях. Любопытное совмещение разных направлений и жанров позволит жителям и гостям города, что называется, вживую прикоснуться к истории Подмосковья. Тимур Гассин, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.